И снова приветствую всех юных программистов игр. В очередном очень творческом уроке, уже хоть он и 16-й, но можно, в принципе, приступать к этому уроку и раньше, называется этот урок «Черепашья графика и инструмент перо», который мы вообще еще не изучали в этом курсе. И создадим мы игру под названием «Код-абстракционист». Наш код будет рисовать абстрактные картины и еще различные модификации этого проекта тоже мы сможем сделать, а также ты сможешь сам поэкспериментировать и сделать свои потрясающие проекты. Но начнем мы с того, что попробуем разобраться, что такое «Черепашья графика» и откуда пошел этот термин. Ведь мы хотим быть грамотными программистами, верно? Найти определение «Черепашьей графики» оказалось не так уж просто. Есть в учебниках по программированию для детей, но поскольку я предполагаю, что, возможно, у тебя под рукой такого учебника нет, и ты тоже пользуешься интернетом, и первый результат, который нам выдает поисковая система – это определение «Черепашьей графики» в Википедии. Мы уже брали эти определения, и сейчас в этом уроке впервые я тебе даю страницу сайта, на котором написано следующее. «Черепашья графика» – это принцип организации библиотеки графического вывода, построенный на метафоре черепахи, воображаемого, а в некоторых экспериментах и реального роботоподобного устройства, которое перемещается по экрану или бумаге и поворачивается в заданных направлениях, при этом оставляя или по выбору не оставляя за собой нарисованный след заданного цвета и ширины. Вот так длинно и порой малопонятно сформулировали ученые, программисты это определение. На самом деле, если говорить простыми словами, то «Черепашья графика» заключается в том, что мы можем, например, в «Скрэйч» запустить любой спрайт и сделать так, чтобы он оставлял за собой след. Ну, примерно, как «Черепашка» ползет и оставляет какой-то след. Вот здесь есть такая красивая картинка. На самом деле, во многих системах программирования такие возможности есть, и некоторую графику, вот мы рисовали спрайты, рисовали какие-то элементы сцены, но иногда бывает необходимо это сделать программно, и даже это оказывается более удобно. Я думаю, что когда мы рассмотрим несколько примеров проектов, ты согласишься, что рисовать для таких проектов спрайты слишком невыгодно и по объему памяти, и по времени реализации. А с помощью программ мы это можем сделать быстро и эффективно. Ну и базовые команды «Черепашки», если читать дальше, это «Повороты», «Перемещение», «Поднять», «Опустить перо», «Установить цвет», «Толщину пера» и так далее. Мы сейчас не будем читать статью Википедии, она достаточно длинная, и дальше идут примеры на каком-то другом языке. Ну, единственное, что, возможно, тебе тоже будет интересно, это то, что «Черепашья графика» была применена в языке лого, это одно из предположений. Ну, это язык, на котором, возможно, ты даже не будешь программировать, но название языка, возможно, тебе будет интересно. Ну что, перейдем в Scratch и начнем рисовать. Это очень творческий на самом деле процесс, и будет, надеюсь, очень интересно. Как я уже говорила, мы будем реализовывать игру «Код абстракционист». Ну, и понятно, что эта игра есть у нас в студии «Юный разработчик игр», и мы можем ее сразу найти и запустить. Вот эта вариация, а просто «Код абстракционист». Сейчас я пытаюсь найти, вот есть еще рисование квадрата. Вообще, все проекты под номером 9 – это как раз наш текущий урок. Где же наш «Код абстракционист»? По всей видимости, сейчас на сайте Scratch какие-то проблемы. И этот проект, он где-то в самом начале, внизу. Называется он «Код абстракционист 0». Я нашла его по ссылке, и ссылку на проект я размещу под видео. Тебе будет проще его искать. Ну что, давай запустим и посмотрим. Вот наш «Код» рисует абстрактную картину. Меняются цвета. Он перемещается в совершенно произвольных направлениях. И если долго ждать, то получится действительно какая-то картина. Если ты захочешь поиграть, у тебя такая возможность имеется. Ну а наша сейчас задача – написать такой проект. Давай остановим, откроем код. И увидим, что у нас один-единственный спрайт – код. И большинство блоков у нас зеленого цвета из группы команд «Перо». Мы их постепенно, практически все изучим. Не будем отдельно рассматривать. И здесь у нас используется команда «Плыть». Причем плывет наш код. Случайные координаты. Оказывается, все очень просто. И меняется цвет «Пера». Ну что, давай сделаем. Достаточно просто. Итак, у нас есть спрайт кота. Когда щелкнут по флажку. В цикле «Всегда» наш код плывет. Где наша команда «Плыть». Там сделано полсекунды. 0,5. 0,5. И координаты у нас случайные. От минус 240 до плюс 240. У меня не вмещается. Я уменьшу сцену. Если даже так не вмещается, можно уменьшить сам размер выводимых данных. Вот так вот. От минус 180 по вертикали до 180. Координата у меняется. Если мы сейчас запустим, что у нас получится? Просто код перемещается. Конечно, нам это неинтересно. Нам необходимо опустить перо. Давай его опустим. Вот наш код начал рисовать. Для того, чтобы менялись цвета, нам необходимо изменить цвет пера. Ну и можно оставить на 10. Ты можешь поэкспериментировать с этим значением. На большее число менять. Запускаем. И мы видим, что картину наш код начал рисовать с самого начала. Точнее, не с самого начала, а продолжить рисовать ту, которая уже была нарисована. А мы смотрели, что в проекте было сделано так, что он рисовал с нуля, то есть с чистого листа. Нам для этого необходимо очистить сначала. То есть вот мы очищаем сначала сцену, потом опускаем перо и поехали. Давай увеличу. Вот практически то, что мы сейчас видели в демонстрационном проекте. Вот так легко и просто мы можем использовать черепашью графику, группу команд перо. Сейчас я тебе предлагаю поставить видео на паузу и реализовать проект код абстракционист. Не забывать его сохранять. И, конечно же, делать гимнастику. Гимнастику для глаз и физкульт-минутки разминаться. А потом возвращайся и мы поработаем с другими параметрами и сделаем модификацию проекта. Ну что, я уверена, что у тебя все получилось. Ты сделал гимнастику для глаз. Но наверняка ты уже смотрел код исходного проекта и обратил внимание на то, что здесь кроме того, что мы очищаем сцену, опускаем перо, еще устанавливается тень пера и устанавливается размер пера. Эти команды в данном проекте могут быть необязательными, но здесь они остались после того, как мы занимались модификациями. И вот при проведении некоторых занятий с детьми я некоторые блоки забываю убрать. То есть вот эта вот часть нам, в принципе, не нужна. Мы можем ее убрать. И все-таки, наверное, стало интересно, что такое тень пера, размер пера. Ну и давай поэкспериментируем. Сделаем проект, который здесь уже есть. Вариация. Код-абстракционист. Давай его запустим и посмотрим, чем он отличается. Отличается он тем, что здесь меняются параметры. И наш код рисует не просто тоненькие линии, а линии разной толщины с разными цветами. Ну что, давай посмотрим в коде, что происходит. А в коде у нас оказывается уже несколько скриптов. Причем выполняются они параллельно. Но мы сначала поэкспериментируем и попробуем это сделать. Вот эти вот изменения значений цвета пера и тени пера внутри того цикла, который у нас уже есть. Давай я остановлю. Перейду к нашему проекту. И сделаем не только изменить цвет пера, но еще изменить тень пера и изменить размер пера. Ну, пусть будет на единицу. Ну-ка, давай проверим, что получится. Смотри, что получается. Получается у нас линии разной толщины. Причем мы изменяем размер пера на единицу и все время толще и толще получается линия. И причем цвета получаются тоже самые разные, то ярче, то с какими-то оттенками. За счет того, что у нас меняется тень пера. То есть перо становится либо более насыщенным, либо более таким, не то чтобы прозрачным, но светлым назовем его так. То есть цвета другие. Ну и, наверное, если будешь долго ждать, то у нас в конце концов размер пера станет огромным. Поэтому в начале, как раз вот в данном проекте, нам необходимо установить размер пера, установить размер пера единицы, чтобы с самого начала кот начал рисовать тоненькими линиями. Если этого не будет, давай уберем, то он будет рисовать сразу толстыми линиями. А если так сделаем, то сначала тоненькими. Ну вот что-то он не очистил почему-то, не знаю почему пока. Ну и дальше то же самое. Если мы это делаем в одном цикле, это одна история. Если мы сделаем несколько циклов, цикли всегда отдельно мы будем менять, например, размер пера, а тень пера пока вообще не будем менять, то у нас получится, смотри как, уже толщина пера увеличивается значительно быстрее. И если мы вернемся к проекту вариация код абстракционист, то у нас размер пера не меняется, а выдается случайное значение. То есть оно то тоньше, то толще. Давай так и сделаем. Если ты работаешь онлайн, то ты можешь и в своем аккаунте, ты можешь использовать рюкзак Scratch. Здесь у тебя такой элемент. Ты можешь его открыть и стащить вот этот вот кусочек кода и перетащить его в свой проект. В одном из следующих уроков я покажу, что такое рюкзак Scratch. Это маленькая подсказка. Сейчас мы соберем этот код отдельно. Сделаем тоже в цикле. Здесь мы будем не менять цвет пера, мы будем менять тень пера, а размер пера будем устанавливать как случайное значение. Ты можешь попробовать не от 1 до 10, а допустим от 1 до 50. Давай проверим, что будет. Вот такая вот уже интересная история получилась. Другие цвета. Ну и как ты понимаешь, ты можешь придумывать самые разные модификации и получать самые интересные картины. Я желаю тебе творческих успехов. Поэкспериментируй с командами из группы Перо и приходи к следующей части урока, в котором мы тоже реализуем интересный проект. Продолжение следует... Продолжение следует...